Добрый день! Олег Синтеров подчеркнулся, что хвалюе жихаров региона. Об самым наболелым, минавито так, напевно, можно сказать об зворотах, которые поступают на правые телефонные линии у выканавчика комитета. Некого хвалюе непрацующие лазни у вёсты, некого великая количество машин на городских дворовых территориях. Только областный выканавчий комитет за 9 месяцев поступило уже омаль 1100 звонков. Практика свечить, омаль 80% пытаний, за какими жихары гомщины звертаются у органов выканавчей улады, можно вырешить без протягнения бюджетных сродков. В общем, такие проблемы, саправды, выкликаны элементарным нежаданием особных специалистов ваконность своей обовязки. Гомельчанка Галина Шусева поскарделась у Абро-Уканка на работу гомельской ветеринарной лечебницы. Когда захворела домашняя живёла, она разом с мужем звернулась за терминовой допомогой в эту державную установку и сутокнулась за относинами, которые навод бюрократичными назвать нельзя. Он меня ставит, ну, колите ему антибиотик таким тоннами. Я говорю, ну, если вы в 103 позвоните, и вам так ответят. Вы что ответите? Вы должны? Я же к вам как к специалисту приехала. Мы вас завезём, назад привезём, заплатим. Мы же всем деньги нужны. Не знаю. Чему державную установку непотребных грошей и кто занимается выховавчей работой, сяжут сопротивленников гомельской ветеринарной лечебницы, теперь высветлась специальная комиссия, отповедная доручение от риминара от старшины Абро-Уканка. Пасюченко, значит, это ваша структура, ваша подвластна вам горосполкома, значит, выехать, разобраться и показать мне, и дать человеку ответ, кто там. И разобраться самым строгим. Нет, пускай идут и ищут работу. Ни яких финансовых укладаний у державного бюджета не потребует и проблема, якая была огучена подчас промой телефонной линии у гомельским 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 камнем. Жахары дома номер 2 по улице Бардина поскардились на предпринимательников, храмы, яких знаходятся на пешем, по версии, справа у тем, что гэта нежилые помешкания не эксплуатуются и, отповедно, не отапливаются. У квартиры, якие знаходятся над ими, життё у выннику, переутворилась у постоянную боротьбу за выживание у тымлику дятей. Одна семья многодетная, там мама, у них инвалид. Рая семья, там ребёнок инвалид, у него проблемы со здоровьем серьёзные. Это, конечно, отражается ещё хуже на их состояние здоровья, все эти условия. Значная частка грамадян, подчас промых телефонных линий, охучивая проблемы, які актуальны не тольки для конкретного человека. Комельчанка з дома номер 17 по улице Косарова, наприклад, звернулась за пытанием створения додатковых парковочных местов для приватного аутотранспорта. Машин на дворовой территории кажа стойки, что страшно дятей на улицу одних выпускать. Угар в оконками с наявностью такой проблемы погаджаются и обіцаюць, меры будуть приймацца. Стараемся мы эту проблему решать. Вот в этом году где-то около полутора тысяч парковочных мест по городу создали новых. Но и этого мало. Поэтому берём ваш адрес себе на заметку, посмотрим, что там можно сделать. Ну не сейчас, естественно, это уже весенний-летний период, когда наступит. Тогда будем смотреть и будем думать, что там сделать. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Як ведомо, Минавита Пошта з'является посредником помеж детьми Дедом Морозом. Однако у гэтая дни у роли опошняга можа выступить любы жадаючи. У Гомельской области стартовала доброчинная акция «Марафон добра». Як стать я и я удельником, высветляла наш корреспондент Ханна Ковалева. У гэтый дни на ведвольник любого отделения совези Гомельщины можа набыть конверт пешего класса и покинуть его супрацовнику пошты для передачи у дитячий дом обо социальный притулок. Таким чином вахованцах этих установок смогут написать лист своим батькам, потенциальным усыновителям, те же самому Деду Морозу. Один таких конверт каштуя каля 8 тысяч. Дарыч и заход цена практически не изменилась. У минулый раз было собрано каля 10 с половой тысячи конвертов. Усеяны были передадены детям, а затем отправленные своим адресатам. В прошлом году, в районе Нового года, мы начали это где-то в середине декабря и закончили 6 января. И в этом году мы также это делаем приблизительно в эти же сроки. Предлагаем эту акцию нашим клиентам и активно принимаем участие в ней сами. Наши работники тоже очень активно приобретают эти конверты и передают их в детские дома. Дарыч, в этом году сами удельники акции унесли у ЕЕ новую традицию. А кроме конверта многие набывают календары, ручки, шитки и иншие речи. Так само покидают их для передачи детям. И хоть это уже не уходит, в умовы акции супрационники почты идут на сустрач доброчинцам. На сегодня у каждом отделе несу вези областного центра уже собрали по одной, а то и по некольки скрынок, наполненных корыстными сувенирами. А кроме того, наведывальники почты за свой кошт могут оформить подписку на любое детящее выдание для выхованцев социальных притулков и детяческих домов. Всем известно, что почта имеет прямые контакты с Дедом Морозом. И в этом году, как и во все предыдущие, через почту любой родитель может заказать для своего ребенка письмо или целый подарок от Деда Мороза. Если мы говорим о письме, то это яркое красочное поздравление самому чудесному ребенку. Но вот это письмо можно еще дополнить любым из трех видов игрушек. Если же ваше дитя хочет самостоянно отправить лист Деду Морозу, то писать на конверте докладный адрес совсем не обовязково. Кожный сотрудник почты ведает его на память. Достатково написать имя отримальника и лист несумненно знайте своего адресата. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». У картинной галереи Гаврила Вашанки селита стартовал новый проект «Сустреча с легендой». И уже третий раз его героем стала Вера Савина, вядомый белорусский киносценарист. На попереднее мероприемство она завитвала, как продемонстрировать свои фильмы об мастаку Марку Шагале и музыканте Чеславе Немине. Новую «Сустречу» присвятили обмеркованию фильма «Застывшая музыка Лангварда». Киносценарист, журналист, куратор мастацких выстав. Творшее досягнение меньшанки Веры Савиной можно вылучать без конца. И захапляться ими, ураживая и ее семейная биография. Так прадед Веры Юрьевны был особистым урачом Льва Толстого, дед директором Тульского драмтеатра, а батька – солистом оперы. Лес щиро узнагородил ее многими талентами знакомитых протков и додал новых. Тонкий мастер слова, виртуозный режиссер, заузятый историк. И надзвычай цикавы суразмовца, что и подтвердила черговая состреча у картинной галереи. А документальный фильм об вядомым белорусским архитекторе 20-го ста годзе Иосифе Лангбардзе отрымался докладным, проникненным, глубоким. По словах Веры Савиной, таким серьезным анализом працы Лангбарда никто ранее не займался и на Уратте стане. До нашего фильма, ну таких объемных фильмов, которые рассказывали бы о его творчестве, не было. Но вот в фильме мы же снимали не только в Минске все эти знаковые интересные его здания, но и в Петербурге. Съездили на его родину в Бельск-Подляске, чтобы понять. Всегда нужно побывать на родине художника, чтобы понять вообще, ну откуда эти истоки, откуда эти корни. И на проконце выпуска «На двор» и сегодня на территории Глобинской области объявлены оранжевые взрывы небеспеки. Парывы ветра чекаются до 20 метров за секунду. Сопрацовники МНС закликают жихара у региона быть уважливыми, как позбегнуть нешасных выпадков. Необходно в квартирах и домах сильно сочиняются двери и в окна. С даха у прибрать предметы, которые могут упасть вниз. Ни в каким разе не наближаться до линии электропередач и не находятся побачь со старыми древами. По мягчимости устрематься от поездок на автомобиле за утро ветер стихнет. Его парывы будут в межах 4-6 метров за секунду. Температура поветра будет каля 0 градусов днем, минус 3 ночью. Такий ж характер на дворе захавается и в ближайшие дни. Месяцами мягчим и мокрый снег на выходных чекается черговое потепление. Днем температура будет досягать 7 градусов тепла. И это была пошта информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире.